Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! В нашем учреждении работает 350 врачей с высшим образованием специалистов, всего более 1300 человек, и у нас высокий уровень сотрудников и много людей с различными научными степенями. В 2019 году к нам обратилось более 100 тысяч пациентов. Ну, опять же, про наше направление деятельности. Это не только клиническое, лечебно-диагностическое, но еще и научно-исследовательское, образовательное, организационно-методическое и научно-издательское. Я как бы специально здесь не выделила еще просветительскую, потому что, в принципе, мы ею тоже занимаемся, но это отдельная тема, о которой мы сейчас с вами поговорим. Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Не такой сильный сегмент, но тем не менее. И все остальное я обозначила одним, общим словом, интернет. Потому что сейчас любые СМИ, то есть мы понимаем прекрасно, что бумага, она уже практически умерла. Сейчас как бы все СМИ, сейчас все проекты интересные, информационные, они все развиваются в первую очередь в интернет. И мы прекрасно понимаем, что с точки зрения работы со СМИ мы привлекательный информационный партнер. У нас большие хорошие контакты налажены с коллегами и на федеральном, и на региональном уровне. Мы бюджетная организация, мы представляем какие-то, мы провайдер идей по развитию здравоохранения в области онкологической медицинской помощи. Мы носители компетенций. Эвент. Значит, ну у нас вот, к сожалению, сейчас пока мы вынуждены, как и весь мир и наша страна, приостановить мероприятия по раннему выявлению онкозаболевания. У нас бывают и дни меланомы, и дни диагностики опухоли головы и шеи. И в первую очередь для нас это все-таки каналы коммуникации с пациентами. Потому что, конечно, это возможность привлечь внимание и СМИ к проблемам тех или иных онкологических заболеваний, и пациентов. Потому что понятно, что выявляются, конечно, выявляются онкологические и предонкологические заболевания. Но это не основная цель этих мероприятий. И мы сейчас с февраля месяца запустили вебинары и школы пациентов, которые у нас ведут коллеги, они уже очень проект с большой историей. Но мы решили немножко им помочь и запустили немножко другой формат. Он будет существовать и будет существовать исключительно в форме вебинаров. И в них у нас принимают, и мы делаем это часто, это небольшой, там 2-3 раза в неделю. Это небольшой формат, это от получаса, от 20 минут до часа, посвященный конкретно какой-то одной очень узкой теме. И мы стараемся дать возможность подготовиться и рассказать, и пообщаться с пациентами нашим молодым специалистам. Но я хочу сказать, что пусть это никого не расстраивает и не смущает, потому что за каждым специалистом стоит опытный заведующее отделение, опытный наставник, опытный куратор. И все темы, которые выходят вовне, они все готовятся в таком тесном сотрудничестве. Будет у нас сегодня модерировать пациентскую сессию Елена Викторовна Ткаченко. Она очень активно с нами работает по этому вопросу, особенно в частях химиотерапевтического лечения. Скажем, хочу сказать ей большое спасибо. Не всегда меня кликер. Ну и я хочу сказать, что я НКО с одной стороны расцениваю и как партнеров наших, и как, собственно, тоже еще один из каналов коммуникации с пациентами. Считаю, что пока мы друг друга с вами недооценили. Потому что, во-первых, я хотелось бы более тесно и плотно работать, но работать с точки зрения именно сотрудничества, предоставляя какие-то возможности, которые есть у нас, но при этом, наверное, и получая, имея возможность воспользоваться теми возможностями, которые есть у вас. В первую очередь, это организационные ресурсы, это ресурсы временные, и сейчас я объясню, почему. Сейчас мы активно работаем по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», и в рамках этого проекта перед нами обозначены очень серьезные информационные задачи. Понятно, что так как мы курируем северо-западный регион, то эти информационные задачи, они связаны в первую очередь с жителями этого региона. И хочу обратить ваше внимание на то, что речь идет не о работе с онкопациентами, вернее так, о работе не только с онкопациентами, но просто с обычными людьми, которые врачи обычно называют условно здоровыми. Спасибо большое. Поэтому, и посмотрите, какие глобальные направления перед нами обозначены. Это мотивация людей к диагностике, это и лечению заболеваний, мотивация к прохождению скринингов и диспансеризации, мотивация к просветительской воспитательной работе. То есть, явно, как бы, это задача общества в целом всего, и, я думаю, не только нашей онкологической службы северо-западного федерального округа, но в первую очередь и в том числе это благотворительных организаций, это фондов и пациентских организаций. Поэтому я пишу, что мы ищем партнеров, да, потому что мы сейчас активно, нам осталось, нам дали не так уж и много времени, то есть до 16 числа мы должны обозначить какие-то конкретные мероприятия, и я готова искать точки взаимодействия, готова работать с людьми, которые тоже в этом заинтересованы. Вот мой телефон мобильный, по нему вы меня можете найти во всех мессенджерах, то есть, ну, в смысле, ВКонтакте, о, господи, извините, в Телеграме, в WhatsApp, в Viber, и я готова буду с вами познакомиться, пообщаться и понять, как мы можем с вами посотрудничать в этом направлении. Спасибо большое за внимание, я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо.